Картины из Бучи. Они пережили удары снарядов противника, оккупацию, видели зверства россиян и уцелели. Художники из Киевской области вывезли 18 удивительных полотен в Черновцы. Уникальные картины сейчас продают на благотворительной выставке, а вырученные средства творцы используют для помощи своим землякам. Возят в город продукты, лекарства и средства гигиены. Это полотно, которое называется «Возрождение», Максим написал за несколько дней до начала полномасштабной войны. Когда российские войска заходили в Бучу, ему с супругой удалось эвакуироваться. В их дом попал вражеский снаряд, но картины уцелели. Именно в наш райончик, переулок Заводской, туда зашли россияне. Они застрелили соседа нашего прямо в дверях. Когда он шел домой, до сих пор это простреленные двери. Убили второго соседа, который готовил еду на кирпичах. Этих соседей потом похоронили другие соседи за домом. В наш дом попали снаряды, полностью выиграло три этажа. Везде гуляет ветер, ты смотришь и видишь небо. Сейчас там все разрушено. Бучу теперь не узнать перед глазами этих людей даже сегодня, те первые дни российского вторжения. Максим и Анастасия решили вернуться в дом, потому что в квартире остались их птички. Вспоминают, этот шаг тогда мог стоить им жизни. Вернулись за птичками, а в момент, когда мы зашли в квартиру, там на четвертый этаж, Максим не кричит, ложись, летит, гудит, что-то страшное. Была гигантская ракета, которая просто пролетела над нашим домом и упала немножко дальше. Нам повезло, что она не то, что на дом не упала, а что она не разорвалась. Сейчас супруги возят гуманитарную помощь жителям Бучи. Во время очередной поездки забрали в Черновцы картины. Сейчас их выставили в галереи. Большую часть уже продали. Тут и полотна, которые Максим создал до войны, и картины Анастасии написаны уже в Черновцах. На одном из них изображены любимые цветы пары, фиалки. Даже высадили растения здесь, в Черновицкой области, во дворе дома, где их приютили. Через волонтерство все время сталкиваешься со смертью, горем, бомбами. Происходят все эти страшные вещи. И тут такие, как яркий лучик. И так оно полилось. И первую картину я написала. Ее сразу купили. Теперь она в Англии. Ее подарили волонтерам, англичанам, которые нам помогают тут. Анастасия мечтает высадить фиалки во дворе их дома, в родной Буче. Ведь пока Украина цветет, она непобедима.